Шри-Ланка очень необычная и загадочная страна. Еще недавно о ней мало что было известно, и единственной ассоциацией, конечно же, был знаменитый цейлонский чай. Однако не только благодаря данному факту, эта древняя страна стала весьма популярна среди туристов. Шри-Ланку без преувеличения можно назвать сокровищницей богатой истории и культуры. Многие древние фундаменты на острове Шри-Ланка построены с применением неизвестных технологий, которыми древние люди не могли обладать по официальному мнению ученого сообщества. Высокотехнологичное оснащение говорит только об одном. Мы неверно понимаем свою историю. Все, кто знаком с сутью проблемы, понимают, что древние земляне не могли владеть такими технологиями, здесь что-то не так. Либо они знали больше, чем мы, либо это были не земляне, либо земляне, о которых мы ничего не знаем. Все больше людей начинает интересоваться тем, как же было на самом деле, и многие осознают, что в истории, казалось бы, известной, еще масса совсем неизвестного. То, что в древности работали с пластичным камнем и умели обрабатывать высокотвердый материал, очевидно уже для многих исследователей. Следы такой работы мы встречаем довольно часто на всех континентах. Но мы видим только результат, и не понимаем, как это было сделано. Сигирия, древний каменный комплекс, построенный якобы королем Касапой, величественно возвышается на высоте 370 метров над уровнем моря и около 170 метров над окружающей равниной. Он расположен в северном районе Матали, недалеко от города Дамбула, в центральной провинции Шри-Ланке. Слово «сигирия» или «синхагири» означает «скала льва». Вокруг скалы были разбиты бескрайние сады, вырыты рвы и многочисленные бассейны. На вершину плато вели монументальные львиные ворота. Да и после правления Касапы на скале существовал пещерный буддийский монастырь. Каменный комплекс Сигирия является исключительным шедевром древнего городского планирования, ландшафта и архитектуры, строительных технологий, исключительной гидротехники и управления, а также древнего изобразительного искусства с уникальной гармонией между природой и человеком. Скальная крепость Сигирия считается одним из наиболее хорошо сохранившихся древних городских памятников в Азии с первого тысячелетия. Исторические исследования, проведенные на месте, выявили свидетельство того, что происхождение Сигирии восходит к доисторическим временам. В пещере, расположенной у подножия скалы, были обнаружены останки доисторических человеческих поселений, которые существовали здесь около пяти тысяч лет до нашей эры. Комплекс Сигирия представляет собой грандиознейшее сооружение, расположенное на пяти уровнях. Никаких зданий либо их развалин, только террасы, сады, бассейны. Все имеющиеся кирпичные и каменные рукотворные постройки имеют законченный вид и не похожи на фундаменты. Этот так называемый дворец представляет собой чудо инженерного и строительного искусства. А самое главное, непонятно, как можно было выполнить такой объем работ в таком труднодоступном месте и на такой высоте. Одной из многочисленных загадок Сигирии являются углубления прямоугольной формы, как предполагают, выдолбленных в скальной породе. Причем таких углублений настолько много, что ими буквально изрезано все плато, а объем выполненной работы такой, если их, конечно, долбили, что вполне может сравниться со всей остальной работой. Никто ничего толком не может сказать, для чего были нужны эти выемки. Гиды утверждают, что их сделали монахи, чтобы было легче перемещаться по гладким скалам и монолитам. Но давайте повнимательней посмотрим на эти выемки. Такое ощущение, что по большому куску пластилина проехали круглым роликом с квадратными насадками. Как только мы представим себе, что валун был мягким, а углубление подчеркивания это вмятины от некоего технического устройства, которое делало этот камень пластичным, все сразу встанет на свои места и Сигирия предстанет во всей своей красе и гениальности. Если посмотреть на весь комплекс Сигирии в целом, то первое, что бросается в глаза, это огромное количество кирпичной кладки. Она повсюду, ее настолько много, что можно построить небольшой микрорайон. В связи с этим возникает первый резонный вопрос, как же весь этот кирпич доставили на 200-метровую высоту. Сегодня туристы с большим трудом преодолевают затяжной подъем по удобной металлической лестнице, которой, как все понимают, раньше не было. Поэтому особо здесь раздумывать нечего, и вариантов всего два, либо были построены гигантские леса, на которые пришлось бы вырубить окружающий лес, попутно наладив производство досок. Все это усложняется еще одним обстоятельством. Дело в том, что метеорологические данные с 1895 года свидетельствуют, что ветер и дождь двух мусонов останавливают полевые работы в этом районе на 8 месяцев в году. Февраль, апрель и март – единственные месяца, когда строительные работы возможны в этом регионе страны. Но строителям Львиной скалы было все ни по чем. Ради дизайна они могли поднять на гору огромное количество кирпича и сложить такую изящную вещь. До сих пор идут споры о том, была ли кирпичная кладка, которой очень много на плато, сделана одновременно с мегалитами или позже. Просто если одновременно и кирпич так хорошо сохранился, то одно из двух – либо это сверхпрочный кирпич, либо скалы плавили не так давно. То, что монолит частично размягчили и он потек – это понятно, но он частично натек на кирпичную кладку, вдавив несколько рядов. К сожалению, нельзя точно разглядеть так это или нет, но скала явно приобрела форму кладки. Конечно, можно сказать, что камень предварительно обработали, а потом подсунули кирпич, но сдается, что этого никто не делал. В связи с возрастом постройки возникает следующий вопрос. Как могла сохраниться в таком идеальном состоянии кирпичная кладка, простоявшая под открытым небом 600 лет, в местности, где почти 8 месяцев в году идут дожди. Современный раствор, которым отреставрировали кладку, уже пришел в негодность, а родному все не почетно. Посмотрите на еще одно фото, просто водящее в ступор. На изображении отлично видно, что кирпичная кладка как будто залита жидкой скалой. Здесь уже не скажешь, что кирпичи подложили. Есть в этом комплексе еще один уникальный объект – это львиные врата. Говорят, ранее у льва была голова, и путь наверх лежал через пасть. Но потом голова якобы отвалилась и непонятно куда подевалась. Современная стальная лестница проложена, по-видимому, в том же месте, где проходила древняя. Это видно по выемкам на поверхности скалы, глубоким бороздам, отверстиям и другим следам обработки скальной породы. Но есть один удивительный и загадочный факт – лапы вроде бы как не совсем львиные, на кошачьи не похожи совершенно. Три пальца, четвертый палец рудиментарный. Очень высокий, нехарактерный для пород кошачьих подъем стопы, огромные когти. Скорее напоминают лапы рептилии. Опять же, где голова? Если бы она отвалилась или развалилась, были бы обломки, глыбы и развалины. Ничего нет. Кроме того, если бы тысячетонная голова отвалилась и скатилась вниз, то она сокрушила бы и смела все на своем пути, все эти кирпичи и террасы, площадку и грунт на ней, оставив весьма заметный след. Но все цело и не видно никаких восстановительных или реставрационных работ. Напрашивается мысль о том, что кирпичи, формирующие террасу перед лапами, были уложены значительно позже того, как отвалилась голова, впрочем, как и везде. Не покидает устойчивое чувство того, что полторы тысячи лет назад поданные кассапы просто обложили кирпичами постройки, которые существовали задолго до этого и были заброшены уже давным-давно. Вся территория комплекса тщательно спланирована и больше похожа на укрепрайон. Собственно, ее часто так и называют крепость Сигирия. Только непонятно, зачем все это, зачем было прикладывать такие титанические усилия. За сотни лет с комплексом ничего не произошло, и можно быть уверенным, что не произойдет еще столько же. Представьте себе скалу, из которой вырезали параллелограмм со сторонами примерно 6 на 6 метров и высотой около 3 метров, и срезали верхушку. Вырезав затем из цельного тела скалы трон, больше похожий на диван, идеально ровную и гладкую площадку перед троном, а также бордюры, ограждения, вокруг площадки. Складывается впечатление, что гранит резали, как масло, не имея совершенно никаких проблем с его обработкой. Более того, качество обработки не просто удивляет, а шокирует. Идеально ровные поверхности, плоскости, углы. Идеальные переходы. Идеальные радиусы. Никаких сколов и изъянов. Создается устойчивое впечатление машинной обработки. Все это сделано из материнского монолита и представляет собой единое целое со скалой. Еще один вырезанный из гранитной скалы трон. Первое впечатление это не трон, а садовая скамейка, чтобы сидя на ней, любоваться пейзажем. Перед троном вообще нет площадки, на которой мог бы кто-то преклонять колени или получать ценные указания. Обрыв, несколько уступов и мраморная лестница в метр шириной, как раз чтобы идти в одиночку. Трон, который хочется использовать как диван-кровать. Тот же дизайн, та же высококлассная, идеальная обработка гранита. Посмотрите, вот еще один удивительный объект, это целиком вырезанный в гранитной скале большой бассейн. С двух сторон бассейн огорожен кирпичной стеной, высотой более двух метров. В дальнем конце бассейна есть лестница, вырубленная в гранитной скале и ведущая из воды на вырубленную в той же скале маленькую площадку, из которой нет выхода. Вторая такая ступенчатая лестница ведет вправо, вдоль меньшей стороны бассейна, на такую же, не имеющую выхода площадку, расположенную точно на том же уровне. Каково назначение этих тупиковых лестниц, совершенно непонятно. Единственное, что приходит на ум, это, купающиеся в бассейне поднимались по ступеням на площадку, любовались окрестностями, затем спускались обратно в бассейн принимать водные процедуры. Есть еще один небольшой бассейн, о котором все туристы в один голос говорят, это отлитый из бетона. Бассейн целиком вырезан в верхушке гранитной скалы. Каменные бортики плотно подогнаны к его краям и держатся без раствора, под своим многотонным весом. Создается впечатление, что строители не испытывали особых проблем с обработкой твердой породы. На самой высокой точке львиной скалы расположена ступенчатая пирамида. Размеры верхней, совершенно ровной площадки, 17 метров на 11 метров. Дорожки по периметру площадки выложены древними плитами из белого мрамора. Ступеньки на плоскую вершину ведут с двух сторон. Места для дворцовых помещений нет. Есть в Сигирии еще один занимательный объект. Это гранитный камень продолговатой формы, массой 2000 тонн. Установлен на многочисленных тонких каменных подпорках. Угол наклона плоскости, на которой лежит камень, около 25 градусов. И он, гад, не падает. Гиды рассказывают туристам, что камешек установлен здесь с оборонительной целью. Якобы, когда наступает враг, подпорки сбивают и камень сползает на головы нападавших. Но напрашивается вопрос, как его сюда затащили, так как затраченные на это силы и средства не идут ни в какое сравнение с полученным конечным результатом. Напрашивается мысль о том, что поднимать такие грузы для строителей Сигирии было не особо затруднительно, как, например, для строителей храма в Баальбеке. Ну и напоследок, хочется высказать такую мысль. Версия со строительством Дворца Касапы силами рабов за короткий, в несколько лет срок, выглядит не менее сказочно ввиду огромного объема работ, применения необъяснимых, недоступных человеку технологий и просто отсутствие здравого смысла в строительстве такого грандиозного комплекса, который просто не мог строиться с целью быть дворцом с точки зрения элементарных принципов архитектуры и строительства. То, что Касапа мог использовать уже имеющийся комплекс как свой дворец, вполне логично, почему бы и нет. Но вряд ли он имел там царский комфорт, будучи вынужденным регулярно карабкаться на огромную высоту и проживая в деревянных времянках на террасах ступенчатой пирамиды Величественной Сигирии.